В Гюмрийском аэропорту Ширак будет полностью обновлена взлетно-посадочная полоса и появится новый зал прилета. Фактическая пропускная способность аэропорта Ширак составит до 700 тысяч пассажиров. Ввод в эксплуатацию нового зала прибытия запланирован на сентябрь. Параллельно ведутся работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая началась 15 июля этого года и которую планируется завершить к 1 сентября. Общий объем инвестиций, осуществленных в аэропорту Ширак, составляет около 7,5 миллионов долларов. Через 30 лет после распада СССР в Армении возобновляется производство клея. Небольшой завод Азад Агаджанян основал на свои средства. Вещества для клея, как было упомянуто, в Армении давно не производятся, поэтому компания их импортирует и уже на месте смешивает в нужной пропорции и разливает. Помимо продаж в Армении Азад начал экспорт в Россию, а в ближайшее время он планирует освоить рынок крупных российских онлайн-площадок, таких как Озон, Яндекс.Маркет и другие. Агаджанян также намерен расширить производство и увеличить число работников. Благодаря усилию Всеобщего Армянского благотворительного союза и пожертвованию доктора Леона Нзаряна и его супруги Клаудио Нзарян, детская больница Оревик Степнокерти оснащена мобильным рентгеновским аппаратом Рафаэль Диэр. Продолжаем акцию «Покупай армянское». Представляем производителя чая Риту Мартирасен. После поощрительной премии правительства она основала в Геарте производство сухофруктов, создав новый продукт – ароматические чаи. Помимо приготовления ароматических чаев и сухофруктов, у семьи есть планы развития гастротуризма. А голубой сыр «Самбиел» с плесенью от армянской компании «Спайка» выиграл тендер и будет поставляться в 15 тысяч точек сети «Магнит» по всей России. Форум бизнесменов армян пройдет в Ереване 20 сентября. В нем примут участие несколько сотен армянских предпринимателей из России. Цель мероприятия – наладить деловые связи между бизнесменами из России и Армении. Армения является лидером среди стран Евразийского экономического союза по динамике роста строительства жилья. А лидер среди стран ЕАЭС по объему строительных работ – Россия – 54,5 млрд долларов США, а по динамике роста – Армения – плюс 26%. Министр обороны Армении Аршак Карапетяна прошедшей неделе провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. В российской столице прошли переговоры министров обороны двух стран и ряду сторонних встреч. Сергей Шойгу назвал Армению ключевым партнером в Закавказе и заявил о новых поставках вооружений. Кроме того, на неделе Министерство обороны России выступило заявлением. Зафиксировано нарушение режима прекращения огня. 11 августа 2021 года в 7.29 и 7.58 вооружёнными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооружённых формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в двух километрах северо-западнее Екцаук. Пострадавших нет. Комментарии здесь излишни. Агрессор показал своё истинное лицо. Российские миротворцы, более ста человек, сдали около 40 литров крови для больных в Арцахе. Азербайджанские СМИ начали вбросы на тему миграции армян Арцаха из республики и массовых продажах ими недвижимости. Баку пытается внушить то, что миротворческие силы не навсегда и лучше уехать сейчас. Как вы понимаете, это дезинформация. Никакой массовой продажи недвижимости нет, и миграции тоже. Кроме того, армия обороны Арцаха есть, и она становится сильнее, и местные жители это видят. Около 60% мужского населения так или иначе заняты в армии обороны. Миротворцы есть, и если бы они собирались покидать Арцах, то не строили бы для себя постоянного жилья и не собирались привозить свои семьи. Вся информация в тюркских СМИ направлена прежде всего на внутреннюю публику. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении Арцаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Спортивная Олимпиада закончилась, но чемпионат Абширона по слабоумию чиновников в самом разгаре. Сначала граждан Азербайджана поразил глава Суруханского района Баку Азиз Азизов, который подарил торт с портретом погибшего солдата матери этого солдата, дал ей нож и предложил разрезать торт. Ну да ладно, это их внутренние достижения. Дальше больше. Депутат парламента Азербайджана Эльман Мамедов, член правящей партии Эни Азербайджан, заявляет «Никогда в истории, ни в одной части мира, русский не был миротворцем». Это он о народе, победившем фашизм. Но на прошлой неделе разразился уже международный скандал. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, это не должность, а пожизненный ранг, доктор наук Исфандияр Пагабзаде выступил с оскорбляющей весь русский народ речью. Вот несколько цитат из этого омерзительного спича. «Я в Афганистане выполнял ваш оккупационный долг, я там кровь приливал, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным. Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Уже ваша вонь распространяется на весь мир, дышать невозможно». Как известно, свою речь он посвящал Жириновскому, но не смог сдержать свою фашистскую ненависть ко всему русскому. Теперь дело оборачивается громким позором алиевской власти. Жириновский уже после скандала заявил, в Азербайджане идут постоянные оскорбления русского народа. «Эти оскорбления чудовищны, это средневековье. Он не понимает, что подпортил отношения Азербайджана и России на много лет вперед. От армян мы никогда не слышали никакой гадости в отношении русских и отдельных лиц», — сказал он. «Мы же от себя добавим, все, что происходит с азербайджанскими политиками, называется опьянением от успеха. Однако пьяные люди не садятся за политический роль, а если такое и происходит, то должен найтись кто-то постарше, кто их остановит. Но старший турецкий брат только подливает и приговаривает «Не бойся, я с тобой». Только это не кино, и последствия такой вот пьяной смелости представить нетрудно. И, кстати, насчет пьянства — это не только метафора. По информации наших пограничников, азербайджанские военнослужащие на границе пьянствуют, ночью стреляют в воздух трассирующими пулями, пугая мирное население, периодически включают громкую музыку, шумят. Но что спрашивать с простых солдат, если перед их глазами такие примеры, как Вагабзаде, а закончить реплику мы хотим словами Евгения Сатановского. Вагабзаде, сам того не желая, наглядно продемонстрировал, откуда растут ноги в Азербайджане с карабахской проблемой. Как с таким, как он, в одной стране жить, если таким, как Вагабзаде, дают такой статус? Никак. И не только армянам. Никому там не спокойно жить. Июль и август принесли Армении блестящие результаты на Международных Олимпиадах 2021 года по всем естественным наукам. Физика. Одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали. Математика среди студентов. Одна золотая и семь серебряных медалей. Математика среди школьников. Четыре серебряные и две бронзовые медали. Химия. Три бронзовые медали. Биология. Одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Информатика. Одна серебряная и две бронзовые медали. На Международном конкурсе пианистов Сита Дисандонна Дипиаве, состоявшемся в Италии, юный пианист из Армении Хайк Джулакян занял первое место. В Международном конкурсе приняли участие 236 пианистов из 34 стран. Хайк Джулакян учится в художественной школе имени Будагяна педагог Изабелла Пронян. В ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы, ереванский футбольный клуб Алашкерт обыграл алматинский футбольный клуб Кайрат со счетом 3-2, тем самым обеспечив себе выход в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с шотландским футбольным клубом Рейнджерс. В случае победы над Рейнджерс, Алашкерт выйдет в групповой этап Лиги Европы, а в случае проигрыша гарантированно попадет в групповой этап Лиги Конференций. Это означает, что впервые за всю историю независимости армянская футбольная команда будет играть в групповом этапе Еврокубков. Сборная Армении по футболу поднялась на две строчки вверх в обновленном рейтинге FIFA и занимает 88-ю строчку. Среди соседних стран команда Грузии – 91 место и Азербайджана 112 место. Время действовать прямо сейчас. Скидки на кровлю зависят от вас. Просчитай свою выгоду. Супер скидки на кровлю в кровельном центре. 8 800 1700. Звонок бесплатный. Субтитры создавал DimaTorzok